Третье. Так, так. Ну, короче, я 10 упражнений делаю. А вот он лёжа ещё там. В свои 90 с хвостиком Михаил Данилович с удовольствием делится секретом крепкого здоровья и долголетия. Демонстрирует, как надо правильно маршировать, а иногда и стихи декламирует. На немецком, выученном в армии. В далёком 1942-м именно война определила дальнейшую судьбу Михаила Даниловича Пролеева. Оставив учёбу в сельскохозяйственном техникуме, покинув близких в далёкой Кировской области, он отправился на фронт. Сначала в Горький, где охраняли один из крупнейших военных объектов страны. А потом, через полтора месяца, прямо в пекло, на оборону столицы Советского Союза, в Москву. Свою первую награду юный Миша получил уже в 18. Потом было много других наград. Все они на груди ветерана. Наглядный учебник мужества и чести. За годы военного лихолетия многое изменилось, в том числе и в профессиональных предпочтениях. Михаил Данилович выбрал путь пограничника. А дальше долгие годы службы, ежедневно подтверждавшие профессионализм и преданность выбранному делу. В 2000-м вместе с сыном Михаил Данилович переехал в Белорусский Брест, где накануне встретил свой и 92-й день рождения. Конечно, это тот рубеж, когда уже есть о чём сказать. Есть что вспомнить, и это хороший повод поздравить вас. Представители Белорусского фонда мира в этот день в гостях у Михаила Даниловича оказались в буквальном смысле по двойному поводу. Именно этому уважаемому человеку, почётному пограничнику, была предоставлена честь в Бресте дать старт республиканской патриотической кампании, которая финиширует 9 мая. По замыслу организаторов к заветной весенней дате на каждом доме участника Великой Отечественной войны будет установлена памятная табличка. На ней изображение Ордена войны и слова благодарности защитнику Родины на белорусском языке. Всего за пять месяцев эти обозначения появятся на более чем полутора тысячах домов и квартир в Брестской области. Это память. Ветеран – это живой памятник сегодня, потому что мы можем его слышать, воспоминания записывать и на этом материале, конечно же, воспитывать нашу молодёжь. Табличка не ради таблички, а нам важен рассказ ветерана. Вместе с представителями фонда мира в гости к ветерану заглянули и молодёжные лидеры, активисты Белорусского союза молодёжи, которые подготовили поздравления и подарки почётному пограничнику и пришли, чтобы не только поздравить, но и послушать. Послушать рассказы о жизни бравого военного, истории тех страшных будней, которые не должны повториться никогда. Кстати, о моментах его непростой жизни смогут узнать и Брещане. Летопись сороковых Михаила Даниловича Пролеева будет опубликована первой в электронной книге воспоминаний, которая будет размещена на интернет-ресурсах Брестской областной организации БРСМ.